Юристы принца Гарри. Это словосочетание всегда грозит неприятностями и большими проблемами для королевской семьи Великобритании с недавних пор. Когда принц Гарри вышел замуж за Меган Маркоу, все изменилось. И я не ошиблась, уважаемые друзья. Юристы герцогов Сасакских сообщают нам, что документы подписаны. Чем это грозит? Инсайдер рассказывает, что королевская семья умоется кровавыми слезами. Примерно так. Все подробности прямо сейчас. Таблоид The Sun в своем эксклюзивном материале нам рассказывает, что юристы принца Гарри подписали все нужные бумаги. Мемуары написаны. Как говорится, фенита ля комедия. И газета нам сообщает о том, что книга выйдет в подарок королевской семье примерно к Рождеству, к Дню Благодарения в США. Вот такие вот дела. То есть, принц Гарри подготовился к Рождеству и подарки получит вся королевская семья. Как вы понимаете, кроме этого нам рассказывают о том, что у книги пока что нет названия. Книга против книги. Тут идет война, как говорится, книг. Посмотрите только на это. Книга Тома Баура, я думаю, приходила эта мысль и вам в голову, возможно, инициирована королевской семьей. Ведь Меган Маркл уничтожена этой книгой. И это не преувеличение. И теперь очередь герцогов Сасыкских. Теперь они хотят, чтобы королевская семья умылась кровавыми слезами. И теперь книга-мемуары принца Гарри. Вот так обстоят дела на самом деле. Лауреат той самой премии. Все подробности вы видите на экране. У него очень сложная фамилия. Мерингер. Примерно так. Надеюсь, я правильно произнесла. Заявлено, что он написал, закончил написание этой книжки в начале лета. И вот сейчас подписаны все бумаги и все ждут. Замерли в ожидании. Говорят, бомба будет еще там. Кроме этого, здесь, опять же, в этой статье нам рассказывают о том, что будет уничтожена Камила. Теперь. Британские издания нам рассказывают о том, что Меган Маркл и принц Гарри очень любят скрашивать рождественские праздники королевской семьи. Вот и в этот раз не обошлось без подарков. Уже было такое не раз. Например, в январе месяце они объявили о Миг Сити прям в день рождения герцогини Кембриджской. И вообще зима – это урожайное время для Меган, Гарри и королевской семьи. В этот раз будет так же. Это очень некрасиво. Не дадут спокойно отдохнуть. Это просто ужасно. Портить праздники. Примерно вот такой посыл у большинства публикаций. Сейчас идет обзор СМИ. Кроме этого, социальные сети. Куда же без них? Что пишут в социальных сетях? В социальных сетях призывают игнорировать это издательство. Не покупать книжку принца Гарри. Не покупать книжки этого издательства. И просят принца Гарри опомниться и оставить в покое свою семью. Зарабатывай на чем-нибудь другом. Научись чему-нибудь в конце концов. Вот такие призывы в комментариях и в социальных сетях. Конечно, я думаю, многие из вас с этим согласятся. Кроме этого, в комментариях также пишут и о компании Netflix. Говорят, что многие решили отказаться от подписки на Netflix по причине того, что они работают с принцем Гарри и Меган Маркл. А значит, компания себя дискредитировала. Примерно так. Дальше еще лучше. Французские таблоиды очень любят обсуждать дела Меган Маркл, принца Гарри и королевской семьи. Это там всегда на первых полосах газет, журналов, любых изданий, интернет-порталов. Так вот, французские СМИ утверждают, что принц Гарри и Меган Маркл побрезгуют приглашением королевы Елизаветы II. В переводе на русский язык это означает лишь одно. Но герцоги Сасакские, скорее всего, пренебрегут приглашением королевы Елизаветы II в Шотландию в замок Балмарал. Как вам такое? И они это утверждают. Конечно, у них нет никаких оснований, но отношения Меган Маркл и замка Балмарал не задались с самого начала. Меган так там и не побывала. То есть, я пытаюсь вам сказать, уважаемые зрители, о том, что французские СМИ намекают нам, что Меганша уже не раз отказывалась появляться по приглашению королевы Елизаветы II в том самом замке Балмарал. Вот и в этот раз будет то же самое. Не на это ли рассчитывала королевская семья, что она откажется от приглашения в замок Балмарал? И может быть, принц Гарри приедет один? А может, вообще никто не приедет? Как считаете? Мне кажется, здесь любой исход возможен. Меган Маркл вружка. Например, она полетела на теннисный матч своей якобы подружки, которая до этого заявила в интервью, что не знает никакую Меган Маркл. Надеюсь, вы смотрели наши выпуски. Я говорю о теннисистке Сирене Уильямс. Так вот, она полетела к ней на матч, прихватив маленького Арчи через океан, а ему всего было несколько месяцев, но не согласилась навестить королеву Елизавету II в том самом шотландском замке. Так что посмотрим, что будет в этот раз. Что выдумает Меган Маркл? Или все-таки явится Балмарал? Всем привет! Вы смотрите канал Дочи Ньюз. Надеюсь, вы успели соскучиться. Меня зовут Альбина, и я очень рада видеть вас на своем канале. Кроме этого, не забывайте, что мы с вами продолжаем с огромным интересом смотреть сериал под названием «Принц Гарри и Меган Маркл. Королевская семья. Война миров». Это происходит, как говорится, в прямом практическом эфире. Мы вам рассказываем самые актуальные новости. Надеюсь, вам интересно. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки, оставайтесь с нами. И еще под этим видео вы найдете, как всегда, ссылку на наш канал Амор и Ройл. Там тоже очень и очень горячо и интересно. А теперь давайте-ка продолжим. Надеюсь, что вы не забудете прокомментировать новости из этого выпуска. «Принц Эндрю – любимчик мамы. Любимчик королевы Елизаветы II согласен провести в Шотландии все 10 недель, которые там будет находиться королева Елизавета II. Он будет проводить время со своей мамой с огромным удовольствием. И, скорее всего, как я уже говорила, 10 недель он будет пребывать там. Но принц Уильям и принц Чайс не хотят его видеть. Поэтому, когда будут приезжать семьи принца Уэльского и Кембриджи, принца Эндрю попросят удалиться на выход, как говорится. Вот такие вот дела и вот такие вот новости. Думаю, никто не удивлен. Цыгиня Кембриджская, как рассказывает Даниэла Эльзер, разговаривала со своими сотрудниками и жаловалась, естественно, в насмешливой форме, что этот спор вечный, как будет одет принц Джордж. Уильям ратует за одно, она ратует за другое. И здесь постоянные споры, которые она успешно выигрывает. Немногим понравилось то, что он был одет в костюм. И вот из-за этого возник этот спор. И как вы считаете, кто из них был прав? Герцогиня Кембриджская или все-таки принц Уильям? На мой взгляд, уважаемые зрители, герцогиня Кембриджская была права. Возможно, ему стоило снять пиджак и остаться в одной рубашке. А вот футболка и шорты, в этот раз это было довольно-таки официальное мероприятие, мне кажутся неуместными. Но я уверена, вы поспорите со мной. Не будем далеко уходить, как я люблю говорить, от Кембриджей. Часики тикают. И часики тикают для Меган Маркл и принца Гарри. Молодое поколение растет. Принцесса Шарлотта вот-вот превратится в юную красавицу. Это же самое произойдет, конечно, и с ее братьями. А значит, Меган Маркл будет списана со счетов. Именно поэтому Меган и Гарри очень стараются, очень спешат и создают любые инфоповоды, лишь бы не быть забытыми, лишь бы заработать побольше денег. Потому что неизвестно, как еще сложится судьба Лили Бедяны и Арчи Харрисона. Вот такие вот публикации вышли везде. Что вы об этом думаете? Спешат ли принц Гарри и Меган Маркл? Хотят ли они опередить, как говорится, время, попасть в струю? Постоянно создают действительно инфоповоды. Карина мне тут подсказывает, что Меган и Гарри в действительности стоит спешить. Ведь Шарлотта, Луи и Джордж, конечно же, сотрут в порошок Меган Маркл, принца Гарри и всю информацию о них, об этой паре. И хочу вам напомнить, что принцу Луи однажды это уже удалось. Один раз во время приезда Меганы Гарри именно принц Луи стал королем первых полос. Все сходили с ума с принца Луи, мемы с принцем Луи, с герцогиней Кембриджской, с этим семейством. И вообще никто не обращал особо внимания на Меганы Гарри. Ребенок, которому всего 4 годика, смог в один момент свести на нет все усилия Меганы Гарри. Это просто правда. А что будет потом, когда они вырастут? Действительно, часики тикают. Бывшая девушка принца Гарри, актриса Крисида Бонас, через свои социальные сети сообщила о том, что у нее будет ребенок. И она со своим мужем Гарри ожидают первенца. Вот такие вот счастливые снимки Крисида Бонас. Как вы знаете, встречалась с принцем Гарри целых 2 года. Это были непростые отношения, в которых Гарри пытался забыть другую свою девушку. Надеюсь, вы смотрели наши выпуски, посвященные Челси Дэви. Она тоже стала мамой, у нее родился мальчик. Так вот, в этом году обе бывшие любимые девушки принца Гарри, обе блондинки Крисида Бонас и Челси Дэви обзавелись детками. С чем мы их и поздравляем. Какая полненькая, наверное, мама ее третирует. Вот такие вот комменты в социальных сетях. Не поверите, про кого это? Это про будущую королеву Испании Леонор. Она появилась вместе со своей семьей на праздники в Испании. Что я могу сказать? Ну, очень красивая семья. Три самые главные женщины Испании на этом снимке. И вот хейтеры, конечно же, не могли промолчать. Эти три красотки сводят с ума всех там, в Испании. И не только. По всей Европе этот снимок обсуждают, этот праздник обсуждают. И говорят о том, что Леонор довольно полненькая на фоне своей матери. Которая сидит на диете и заставляет сидеть на этой диете всю свою семью. И любит заниматься спортом. И заставляет заниматься спортом всех и вся. Как так получилось, что у такой строгой мамы Летиции вот такая вот полненькая дочь? Ха-ха-ха, хи-хи-хи. Это мнение из социальных сетей и журналов. А не мое личное. Мне дочери короля Филиппа очень нравятся. Красотки, нет слов. Не знаю, как вам. Ну, прям очень симпатичные. И мне кажется, вообще не похожи на маму. А еще, учитывая, что мама Летиция в свое время сделала, скажем так, со своим лицом все, что можно. Ни в коем случае не осуждаю, а просто, правда, мне кажется, между ними пропасть. Не похожи девочки на мать. Посмотрите, как одеты три красавицы. Очень по-летнему, очень солнечные цвета. Социальные сети не унять. Например, осуждают Летицию еще и за то, что из-за роста. Инфанта София самая высокая среди женщин королевской семьи Испании. Так вот, ей не разрешают одеть никакой каблук. Она все время ходит вот в таких вот балетках. Всегда плоская подошва. Зачем, почему девочка выглядит в этом не очень презентабельно. Вот такие вот обсуждения. Мне кажется, действительно, королева Летиция может ей это запрещать. Потому что, я вам уже рассказывала, Летиция не любит баловать своих дочерей. Но вскоре, я думаю, они перестанут ее слушать. И здесь нас ожидает множество скандалов. Я в этом уверена. Как вам испанское семейство? Как вам платье? Мне очень даже нравится, кроме платья Софии. Что касается Софии. Она всегда выглядит скромнее. Это желание самой инфанты Софии или нет? Большой вопрос. Учитывая характер Летиции. Здесь Карина мне подсказывает, что она всегда одета скромнее. Зачем это делается? Делается ли это специально? Это обсуждается не только в кругу нашей семьи, как вы понимаете, но и в социальных сетях и в СМИ. Инфанта София очень красивая девушка. Уже сейчас выглядит как супермодель. Очень длинные ноги, просто красотка, шикарные волосы. Впрочем, как и у сестры. Обе девочки удалили. Как вам кажется, Летиция заставляет так одеваться свою младшую дочь, инфанту Софию или нет? Мне кажется, она вполне на это способна. Пишите, всем отвечу. Все это действие проходило в соборе Сантьяго в Испании 25 июля. Так что, как-то так. На этом все, уважаемые друзья. С вами был канал Deutsche News и его автор Альбина. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте писать комментарии. Они нам очень помогают. Пишите по теме выпуска, как вам новости. Не стесняйтесь. Ни в коем случае. Все комментарии приветствуются. Кроме этого, не забывайте про то, что под этим видео вы найдете ссылку на наш канал Амор и Ройл. Вдруг по какой-то причине вы не смотрели последние выпуски. Переходите, смотрите. Всегда интересно. И еще напоминаю вам про лайки по вашей же просьбе. Лайк, лайк, лайк и еще раз лайк. Это помогает нам, как авторам, продвигать канал. Значит, и другие люди смогут найти его на просторах интернета. Огромное вам спасибо. Пока-пока. Пожалуйста, берегите себя. Возвращайтесь.